Глава МИД Армении представил подходы армянской стороны на переговорах по Карабаху. Глава армянского внешнеполитического ведомства ЗОГРАП Мнацаканян рассказал о подходах Еревана в процессе переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, пояснив также рамки мандата Никола Пашиняна, как премьер-министра Армении. В эксклюзивном интервью новостной программе «Вести» на общественном телевидении Армении Мнацаканян подчеркнул, что ранее Пашинян достаточно четко сформулировал подходы, которые затрагивают вопрос участия Нагорного Карабаха в переговорах. Министр подчеркнул, что мандат премьер-министра Пашиняну дан гражданами Армении посредством парламентских выборов и он будет осуществлять свои функции по этой части. Он может говорить от имени жителей Армении, от того Шадасюника. Однако, реальность такова, что премьер-министр Армении не имеет мандата со стороны граждан Арцаха, отметил Мнацаканян. При этом он добавил, что Армения в любом случае не отказывалась от своих обязательств в качестве стороны переговоров по карабахскому урегулированию. «Мы всегда утверждали и подчеркивали, что Армения была и остается основным гарантом безопасности Арцаха, поскольку нет никакого иного механизма безопасности, чем нынешнего, построенного нашими руками», заявил Мнацаканян. Он пояснил, что для армянской стороны ключевой вопрос касается безопасности, конкретно физической безопасности населения Арцаха. «Говоря о статусе, мы подчеркиваем именно это, приоритетом является безопасность. Ситуация, чтобы мы вновь поставили под угрозу жизнь наших соотечественников в Арцахе, их физическое существование, исключено», заявил министр, подчеркнув, что возврата к прошлому нет и не может быть. Мнацаканян отметил, что в настоящий момент переговоров вокруг какого-либо документа не ведется. «Начиная с мая, мы ни на один момент не задержали переговорный процесс», – подчеркнул министр, напомнив хронологию встреч в рамках переговоров по урегулированию карабахского конфликта. В июне у нас состоялись первые контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в июле прошла первая встреча на уровне министров иностранных дел, Армении и Азербайджана, РЕД, а в сентябре главы МИД встретились во второй раз. Также в этом же месяце произошла первая встреча с конкретным результатом между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем они вновь встретились в Санкт-Петербурге. В январе состоялась еще одна беседа между министрами иностранных дел, за которой последовала беседа Пашиняна с Алиевым в Давосе, напомнил Мнацаканян. Он отметил, что целью всего этого для армянской стороны было намерение включиться в процесс и конкретизировать те подходы, которые имеет новое правительство Армении в вопросе мирного урегулирования. Такой логики мы придерживались до сих пор и будем продолжать также. Мы будем целенаправленно работать в направлении мирного урегулирования. «Альтернативу миру следует исключить, что, повторяю, не означает отсутствие решимости с любой из армянских сторон», — подчеркнул Мнацаканян. Вместе с тем, он отметил, что Ереван четко соблюдает тот формат, в рамках которого руководство Республики Арцаха в полной мере дает нам необходимые сигналы, которые следует учесть в качестве стороны переговоров. Начало Карабахскому конфликту было положено в 1988 году, после заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум, где 99,89% высказали за полную независимость от Азербайджана. Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему семью районами. Продолжение следует... Продолжение следует...